оскар спасибо тебе за это мягко говоря не содержательную беседу и последний вопрос правильнее даже сказать загадка зимой и летом одним цветом что это но смотри так нельзя построить вопрос юра прости пожалуйста нет если тебе конечно интересно мое мнение именно мои как кучеры оскара они как учили актера а то я как и в политике в цветах особо не разбираюсь нет 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 я конечно цветы жене иногда дарю когда она мне детей рожают но тут как бы не поспоришь дети цветы жизни все логично на мне детей я и цветы мне кажется равноправный обмен но конкретно в цветах конкретно цветах я в детали не вникают какие они там тюлени путаны тюльпаны мне фиолетово даже если они желтые единственное что я знаю их должно быть нечетное количество и они должны быть не пластмассовые но я так понимаю мы сейчас не об этом а если возвращаясь к твоему вопросу я с удовольствием отвечу а какой был вопрос напомни зимой и летом одним цветом да ну я конечно так сдохну и не отвечу я так сходу и не отвечу на этот вопрос я кстати этот вопрос тебе хотел задать ведь одно дело что думает об этом какая-то девочка катя из италии а другое дело что об этом думает юрий дуть то есть ты подожди подай дать сказать смотри я тебе честно отвечу я тебе даже честно скажу я так честно еще не на одном интервью не отвечал отвечаю потому что ты знаешь если один раз кому-то ответить нечестно то честно говоря ответить честно потом уже вряд ли получится потому что если я тебе честно говорю что я тебе сейчас честно скажу а ты понимаешь что я до этого ответил нечестно но сказал что это было честно то здесь честно говоря уже ну вот как то так ну то есть и понял ход моих мыслей да потому что я честно говоря не понял а возвращаясь к твоему вопросу про вот это одним цветом условно говоря ну смотри юр можно бесконечно долго на белое говорить черное а на черное говорить белое я можно конечно и на красное говорит зеленая она коричневая допустим оранжевая от этого она не побелеет лишь согласен но я тебе расскажу одну жизненную историю из жизни которую мне мой друг по жизни рассказал из своей жизни он сколково работает я уже говорил о нем такое может сказать парень от сахи он когда к начальству пришел просить деньги на проект ему так и сказали парень от сахи не знаю от от сахи волны или нет ну деньги сюда давали но история не про это так вот у него в молодости когда он был молод был телевизор в инструкции было указано что телевизор телевизор черно-белый а по факту то он был цветной потому что что черный это цвет и белый это тоже цвет хотя сам телевизор при этом был коричневый а ручка для переключения каналов пластмассовая понимать чему и да и меня эта история многому научила веришь но спроси меня хочу ли я в это верить такая что насчет зимой и летом нет я помню твой вопрос я сейчас отвечу что насчет зимой и летом тут как бы все понятно зима это однозначно лыжи но если жена не рожать конечно потому что ты сам понимаешь рожать на лыжах это трэш это трэш не мы конечно пробовали мы два раза пробовали и один раз у нее даже получилось наш средненький таки родился в австрии во время спуска по черной трассе он кстати быстрее на спустился и я это не скрываю у него два паспорта гражданина россии и гражданина лыжника ты не ответил на мой вопрос подожди подожди дружище вот вот и мне не дал договорить до гражданина лыжника но это зима это зима а что касается лето что касается лето я тут конечно могу ошибаться но холодное лето 53 я считаю это гениальный фильм который ты знаешь вышел на экраны в восемьдесят седьмом после того как в пятьдесят шестом выпустили зеков сразу после смерти ленина по моему но это вот как раз во времена помнишь андроповская оттепель но но не суть это гениальный фильм в котором мне не удалось сняться конечно он мог бы быть еще более гениальным с моим участием но вот это легендарная фраза из фильма если помнишь вот это гюльчатай открой личико я тебе честно скажу я плакал я слушал этот фильм по радио и плакал я просто теле принципиально не смотрю аскар вообще-то эта фраза из другого фильма юр 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 ну ну я же сказал я могу ошибаться я не спорю но то что это легендарная фраза ты меня не переубедишь и вряд ли ты мне докажешь обратно да а по поводу твоего провокационного вопроса не подожди секунду дружи дружи вот ты вот ты говоришь вот и висит груша нельзя скушать это что и слова правильно нет я спросил зимой и летом одним цветом а я как сказал ты сказал висит груша нельзя скушать ты сейчас говоришь неправду это твои слова а ну да ок ну да ты меня спрашивал зимой и летом одним цветом слушай но этаж одно и то же по сути это это как бы загадка и у меня встречный вопрос к тебе если ты меня спрашиваешь зимой и летом висит груша ты сам ее ел и если да то ты же понимаешь груша зимой и груша летом это две разные груш и если честно у меня в голове это тоже не стыкуется аскар зимой и летом одним цветом просто ответь одним словом одним да словом да так зимой и летом одним словом цветом так подожди одним цветом или одним словом ты определись у меня просто не может быть однозначным ответ если ты постоянно даешь мне разные воды это все равно что я не знаю там одинаково ответить на вопрос как дела и кто убил кеннеди я лично не знаю ответа на этот вопрос если еще допустим на вопрос как у меня дела я могу у себя узнать как у меня дела и ответить тебе то например на вопрос как дела у кеннеди я не готов ответить я могу ответить что его убили путин про кеннеди ответил бы что он утонул а я за путина отвечать не могу хотя я и склоняюсь больше к его версии кеннеди реально мог утонуть своем кабриолете тем более что у нас новостях официально заявили что это было заказное утопление и вообще от дружище я тебе your your ты где your ну чё ты постоянно уходишь давай уже допишем это интервью два дня тут сидим